В облгосадминистрации прошел публичный отчет руководителя Департамента культуры, туризма, национальности и религий. Напомним, его начальник Владислав Марокко занимает эту должность с апреля текущего года. Руководитель Департамента признает, сделано немало, но и проблем достаточно накоплены они не за один день. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Политическая ситуация внесла коррективы в бюджет отрасли. В области он сокращен на 6 миллионов гривен. Существует 2-миллионная кредиторская задолженность. При этом в области есть объекты культуры, требующие немедленных ремонтных работ. Один из них – уникальный памятник архитектуры – замок Попово в Васильевке. Памятник знищуется. А у нас есть проблема. То, что, согласно с кабинетом постановки 65-го, мы можем сделать заходы только там, где у нас есть аварийный стан. На жаль, по всем актам замка Попово в нас написано, что там незадовольный стан. Но, соответственно, финансирование мы не можем найти для того, чтобы выправить эту проблему. На повестке дня и организация охраны других памятников истории и культуры. Из-за финансовых проблем, сетуют участники собрания, могут не состояться международные культурные мероприятия, проводимые в нашей области. «Завдяки співпраце с областной администрацией Запорезькой, появился наш пленер Гортицы Крязевики, который проводился много лет, 11 лет поспиль. Финансировался он из бюджета области, потом из бюджета города. На жаль, минулого року це фінансування не було виділено, він проводився за рахунок спонсорських коштів. Цього року, на жаль, перший рік ні бюджетного фінансування, ні спонсорських коштів немає». У представителей общественности возникли вопросы по организации взаимодействия с национальными громадами области. После ликвидации специального управления при облгосадминистрации, жалуются они, о системной работе в этой сфере говорить не приходится. «На день Европы не могу не сказать, потому что меня попросили национальные общества. Не пригласили никого представителей национально-культурных обществ из других городов, а выставили студентов. А мы готовились. И когда приехал наш польский консул, он меня спросил, «Паня Наталья, а почему вас там не было?» «И мне было стыдно ответить, что «а нас и никто и не пригласил». «Начальником управления по национальностям и религии назначили пандину, которую мы просили оставить. Ей не дают самостоятельности, работа у нас не ведется. Теперь я узнаю, и наши все руководители были поражены. Оказывается, есть еще начальник отдела национальности и религии, которую мы в глаза не видели и не знаем. Наверное, с нами надо согласовывать этот вопрос». В облгосадминистрации говорят, сейчас пытаются реформировать департамент и наладить эффективную работу с национальными и религиозными группами. «Мы провели структурные реформы нашего департамента. С 1 липня у нас теперь существует управление культурой и мистерства и управление междунациональных отношений, которые, собственно, и будут заниматься вопросами управления. Данное управление осуществляет, как вы и сказали, наибольший фаховец – Панкина Ирина Анатольевна. Далее, проблемы с тем, что в Штатах. Отповедно вносить свои пропозиции». В ближайших планах департамента – проведение встречи с представителями национальных обществ Мелитополи. Продолжение следует...